Так. Доброе утро. Думаете, я сошла с ума? Ну, как вам? У нас сегодня тема «Многослойность». Я просто готовлюсь, пока жду руководительницу Академии стиля Юлию Унковову. Доброе утро. Доброе утро. Как вам мой образ? Многослойно? Да, конечно, ваш многослойный образ впечатляет. Ведь все-таки даже любой многослойный образ выглядит элегантно, вкусно и интересно. Хорошо, Юля, вы меня убедили. Но вы же нам сегодня расскажете про какие-то нюансы и хитрости. Да, совершенно верно. Для вас приготовлено два совершенно новых костюмных ансамбля. Итак, для первого образа берем легкий бомбер, топ на бретелях, брюки, лоферы. Великолепно. Юля, мне кажется, у меня образ Одри Хепберн. Совершенно вы правы. Действительно, если вам хочется быть иконной стиля, как минимум в городе Красноярске, я вам предлагаю добавить такому образу, действительно, головной убор, который вас окрасит ваше лицо, и обязательно добавить кабочек для пущей важности. И мы использовали максимально модный тренд – это платок, который накручивается на ремешок сумочки. И в том, что когда-то, в какой-то момент, если вам показалось прохладно, вы можете спокойно перевязать его на шейку и стать еще более женственной и элегантной. И если, в итоге, погода в городе Красноярске более прохладная, я бы порекомендовала добавить туда еще белую футболочку, сверху добавить топ, который на вас сейчас, и уже потом накидывать бомбер. И предлагаю вам посмотреть второй образ. Итак, для второго образа нам понадобятся блуза-топ, брюки со стрелками, рубашка-платье, туфли-слинбэк с открытой пяткой. Милли, ну это просто превосходный образ. Все-таки такая данная обувь, наоборот, помогает добавить роста и вытянуть вашу желудокую линию. Вертикальная полоса, которая очень часто говорят, волнительный стройник. Вопрос, какая частота полос, в данном случае она у нас работала все-таки на вертикальной линии, и вы стали все более высокой девушкой. Если фактура подобрана правильно, то, соответственно, будет все-таки стройник. Давайте поймем, что такое правильная фактура. Если вы девушка с пустыми красивыми формами, то ваши рюкзи должны быть не статичными и плотными, а слегка лететься на струящихся, как в данном случае ваш топ. Юля, у нас получилось, мне кажется, два совершенно разных образа. Это проблема девушек, когда они наберут себе разные образы, и они потом вот висят вещи без дела. Но вы знаете, Ирина, вот здесь как раз совсем другая история. Нужно собирать так красиво мангослойные комплекты, чтобы вы получали сразу как минимум 10-15 костюмных ансамблей. И именно это мы сегодня с вами с творили. Давайте будем понимать, что оставляя даже этот топ и добавляя всего лишь те же брюки из прошлого комплекта, мы уже поменяем цветовую гамму, и, конечно же, в этом случае я бы рекомендовала поменять именно обувь. Также мы можем понимать, что если хочется еще более такой, скажем, авторитарности, то поострее каблучок и постреннее топ. И сразу вы становитесь более сочной, более яркой и немножечко более дерзкой. Можно подобрать прямо под настроение, правда? Совершенно верно. И не забываем, что данная история у нас работает как платье, как кардиган и как тренч-летний, который легко комбинируется, как ни странно, с нашей кустовой губой. Смело, но это очень интересно. Экстравагантно, да. С удовольствием примерила оба образа я и Елена Кустова. Подобрала их, собрала и рассказала о некоторых хитростях Юлии Уколова. А снимал нас Денис Шабанов. Субтитры создавал DimaTorzok